Погибли при исполнении служебных обязанностей. Сухая формулировка, за которой прерванные жизни, горечь и скорбь родных и друзей, и благодарность спасенных. Когда в понедельник в кризисный центр поступило сообщение о пожаре в здании, где располагалось производство текстильных изделий, все шло в штатном режиме. Спасатели выехали на место, эвакуировали работников предприятия. Двое сотрудников МЧС вошли в пылающее здание проверить, не осталось ли в нем еще людей. В этот момент рухнули перекрытия. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений было спасено 89 человек. При ходе проведения разведки пока у нас не установлена связь с двумя нашими сотрудниками, с двумя пожарными, но работы по данному факту проводятся. На связь спасатели так и не вышли. Их тела обнаружили поздно вечером при разборе завалов. Двое парней, Артем Мускаев и Александр Кубышин со службы домой к семьям больше не вернулись. Обоим не было еще и 30. Они дружили с детства, вместе занимались в спортивном клубе «Подвиг». И вне работы, и на пожарах всегда были опорой друг для друга. Свою работу любили и всегда бесстрашно шли в огонь, чтобы помочь попавшим в беду. У Артема осталась жена и двугодовалая дочка. Александр тоже был женат. Детьми обзавестись пара пока не успела. К зданию Ивановской пожарной части номер один цветы несут охапками. И незнакомые люди и те, кто работали с погибшими бок о бок не один год. Ребята всю жизнь были такие, вот сколько я их помню. Всегда они были отважными, всегда шли вперед в бой, несмотря на что, не на свою жизнь, лишь бы спасти чужого. И в этот раз также они ушли, не думая ни о себе, а думая только о том, есть ли кто внутри. Коллеги до сих пор не могут поверить в то, что случилось. Такая работа, нужно быть готовым ко всему. Но мозг отказывается принять это известие. Мы очень сильно скорбим по ним. Даже не знаю, как их нету. Только позавчера с ними видались, общались. Вечная память нашим братьям. Соболезнования родным и близким погибших пожарных выразил губернатор Павел Коньков. Глава региона также распорядился оказать помощь их семьям. На странице Артема в соцсетях остались десятки видеороликов, посвященных работе пожарных. Он очень гордился своей профессией, зная, чем может закончиться даже самый обычный вызов. И если не дошел один, то дойдет за него другой.